НЕДЕЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА ПЕНСИОННАЯ ДАНЬ МВФ О КАКОЙ РЕФОРМЕ ЗАГОВОРИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КТО ОТ НЕЕ ВЫИГРАЕТ, А КТО ПРОИГРАЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СУРКА Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Неделю эту с особой теплотой возможно будут вспоминать украинские коррупционеры. Ведь похоже, то, что с боем и очень громко создавали, начали потихоньку уничтожать. Министр юстиции Павел Петренко пригрозил ликвидации агентству по противодействию коррупции, тому самому, которое должно проверять электронные декларации и поддерживать работу самой системы. Представьте себе, только на этой неделе чиновники согласовали порядок проверки деклараций. При этом уже несколько месяцев каждый день приносит все новые и новые обвинения в саботаже, политическом давлении и коррупции. Кто блокирует реальную проверку ВИП-состояний и вмешаются ли в эту ситуацию Генпрокуратура и НАБУ, выясняла Елена Зорина. Минюз против антикоррупционного нацгенства. Это фактически коллективная безответственность членов НЗК. Я тоже ожидаю проверки деклараций Павла Дмитриевича Петренко. Конфликт этой недели – причина неутвержденный порядок проверки деклараций. Те люди, которые не способны выполнять свои обвинения, на которые они будут заняты украинскими гражданами, должны перестать этим заниматься. Это будет самый счастливый момент, когда я не буду на этой посаде. Что это? Игра в поддавки, возможность заработать политические бонусы или все же стремление наконец преодолеть коррупцию? И кто же тогда главный саботажник? Этот процесс саботает тот, кто породжает эти постоянные суперечки. Их показовые дела – это квартира Лещенко и 500 грн премии Марушевской. Все наши результаты наших расследований, мы все отправляем их на НЗК. У нас такая целая купа этих, по сути, подписок от НЗК. Огромные коттеджи, дорогие иномарки, эксклюзивные украшения и мешки-налички. Кто-то скрывается за высокими заборами, а кто-то выставляет свои богатства на показ. Мол, заработал честно, хоть и жил на одну зарплату. Вороньков, казалось бы, обычное село в 40 километрах от Киева. Но все-таки есть в нем одна достопримечательность. Вот это церковь, куда обычным смертным вход воспрещен. Ведь расположена она на территории одного из частных поместьй. Дорогу к часовне местные знают. Гадают только, кто же так нагрешил и решил купить себе индульгенцию. Огромная территория, которую пешком обойти сложно. На ней двухэтажный дом на 300 квадратов, а еще баня и летняя кухня. Размером как хорошая трехкомнатная квартира. Все это выяснили активисты Автомайдана, собственность судьи, высшего специализированного суда Николая Лагнюка. Все свое життя он работал выключенно в судочинстве. То есть он не занимался бизнесом, он не работал на других посадках. У него нет успешных друзей, детей, как, естественно, это делают. Да и сам судья этого имущества не стыдится. Только вот в декларации указал, все, что здесь есть, недостроено. Потому живет в служебной квартире в Киеве. Но соседи рассказывают, в доме кипит жизнь. На машины, я вижу, часто заезжают. Дорогие. И на марке. А давно побуду вас? Года семь. Из трубы идет дым. Очевидно, и сегодня кто-то есть внутри. Есть следы от машины. Видно, кто-то сюда приезжает. Посмотрим, в дом или хозяин. Но открывать никто не спешит. Церковь на территории. Даже церковь-особняк. Вот как изощряются нынешние власти-мущие. А еще переписывают все на тещу или бывшую жену. Сто тысяч деклараций. И это лишь то, что показала первая волна электронного декларирования. А сейчас накатывает второй вал. До апреля рассказывать о своих доходах должны уже 2 миллиона чиновников, судей и прокуроров. И ни один документ из уже поданных антикоррупционным агентствам пока не проверен. Вся история с этим пинг-понгом бюрократичным между НЗК и Минюстом, она даже с самого начала вызвала много вопросов с обеих сторон. НЗК не готовились вообще проверять эти декларации. Можливо, они не верили в то, что декларации будут поданы. Можливо, они свідомо затягивали цей процесс. Такая ситуация играет на руку тем возможным коррупционерам, которые не знают, как им объяснить вот это задекларированное имущество. Мы очень надеемся, что все это заработает. Действительно, как должно. Пока в ведомстве медлят, в парламенте все чаще пытаются найти лазейки, чтобы скрыть, так сказать, нажитые, а не по сильным трудам. Или сузить круг тех, кто должен говорить о своих заработках. На этой неделе, к примеру, попытка освободить руководителей госпредприятия от декларирования провалилась. Старая система упоряется в новой системе. В разе 10, чтобы быть точным, намагалась видозменить закон о электронной декларации, какую-то частину приховать, что-то вообще не вказать, кого-то вообще забрать. На законодательском уровне мы дали очень сильные и сильные инструменты для борьбы с коррупцией. Они не работают далее. Дальше пока идут правоохранители. Декларантов проверяют в Генпрокуратуре и НАБУ. Замглавы финансового комитета депутат Демчак едва сам на финансах не погорел. Дожидаться, пока за ним придут, не стал. Я пришел в Генпрокуратуру, знайшел своего следователя, надав пояснение, надав документы. Я считаю, что каждый депутат должен пройти такую переверку. Нардеп задекларировал более 130 миллионов гривен наличных, а еще аренду женой дома и дорогого внедорожника в Великобритании. В ГПУ заподозрили возможное уклонение от уплаты налогов. Но дело после общения с избранником дальше подозрений не пошло. Его закрыли. Будут ли и дальше не замечать настоящих коррупционеров в антикоррупционном агентстве? Увидим. Порядок проверки декларации к вечеру пятницы таки утвердили. Теперь осталось только начать проверять. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Василий Миновщиков, Вячеслав Фролов и Никита Исайко. Подробности недели телеканал Интернад. И вот что странно. Даже по такой чувствительной теме, как проверка декларации, нет ничего, кроме взаимных обвинений. Никаких результатов. Об этом говорят журналисты, активисты, западные дипломаты и даже Международный валютный фонд. А на политическом уровне стыдливое молчание. Кстати, об МВФ. На этой неделе, как водится в СМИ, а не от правительства, появились условия, на которых фонд готов продолжать сотрудничество с Украиной. Там очень болезненные пункты. От пенсионной реформы, которая вполне может свестись всего лишь к манипуляциям с пенсионным возрастом, до нового увеличения цены на газ. А значит и тарифов. Казалось бы, что должны сделать депутаты, узнав о таких условиях? Вызвать на ковер министров? Потребовать отчета в зале парламента? Выяснить, в конце концов, кто конкретно отвечает в Украине за сотрудничество с МВФ? Но ничего этого нет. Парламент превратился в сонное царство, которое не могут расшевелить даже драки. Екатерина Лысенко продолжит тему. Это раньше у депутатов даже в драках был хоть какой-то смысл. Одним законы не нравились, другие боролись против назначений. Кулаки были хотя и последним, но все-таки аргументом. Вот парламент прошлого созыва. Нардепы устроили побоище во время обсуждения кандидатуры спикера. Тогда фракции шли на фракции. Или вот на старте уже этого созыва, когда одним из первых поводов подраться стал переход Мельничука в другую фракцию. И жесткость драки и курьезность всегда чем-то объяснялись. Вот земельный закон поссорил депутата. А вот Нардеп Барна решил показать тогда еще премьеру Яценюку, что уже точно пора уходить. И чуть ли не весь народный фронт с кулаками убеждал его в обратном. А вот жертвой чего пал пиджак Нардепа Лещенко на этой неделе трудно объяснить. Один Нардеп подошел к другому и уже привычное выяснение отношений в БПП, к удивлению всего зала, переросло в драку. И только наученный горьким опытом Нардеп Барна разнимал дерущихся. Я только боролел, я боролел. Якобы всего лишь пост Фейсбук. Ни закон, ни назначение, ни предательство. То, из-за чего раньше дрались, а только несколько слов в интернете. Ну и было сделано публикацию в Фейсбуке про то, что за Хазьевкою банковой группа депутатов от БВП просто не ходит на комитет. При том, что это их работа. Они обязаны это делать, потому что их на это обрали в парламент. Это кадры начала работы Нардепов прошлого созыва. Ударовцы с коллегами по оппозиции неделями блокировали президиум Верховной Рады. Требование было одно – не кнопка давить. А вот кадры этой недели. Народный фронт и Ведрожжиня демонстрируют мастерство работы с кнопками соседей. Там есть уже много станочников, которые и по 6, и по 8 кнопок нажимают одновременно, и все это фиксируют журналисты. Просто должен спикер парламента принять решение о запуске сенсорной кнопки для прямого голосования. Вся система установлена, и за это уже заплачено на самом деле. Все это – начало работы новой сессии и открытия нового парламентского сезона. Обещаний, как обычно, в разы больше, чем депутатов. А решений даже еще меньше, чем традиционное скромное количество народных избранников, которые ходят в Раду по пятницам. Нардепы не смогли сформировать даже свою повестку дня не то что сессии, а одной лишь парламентской недели. То ли конкуренции испугались, то ли и самим неприятно по телекамере голосовать и за себя, и за соседей. Но в коалиции опять напоминали – к сотрудничеству готовы, чтобы снова из фактического меньшинства превратиться в большинство, как и должно быть под куполом. Мы закликали радикальную партию, самопомощь, батьковщину, объединяться, вступить в единую коалицию, расширить эту коалицию, давши возможность, маючи 300 голосов, втримать государственную страну. Это очень удивный заклик наших коллег по коалиции, точнее, по бывшей коалиции. Это, на жаль, пройденный этап, уровень доверия, доверия до этих людей абсолютно втрачена. Хай почнуть ходить в зал, хай почнуть выполнять свои обещания и обязанности. Инициатором, наверное, должны стать более крупные фракции, которые должны признать, что две фракции не справились с работой коалиции, не справились с работой парламента. И давайте разрабатывать новое соглашение, потому что вопрос не вернуться к ним, вопрос начать немного с чистого листа. Казалось, парламент оживит хотя бы кадровый вопрос. В крупнейшей фракции, возможно, смена руководителя. Команду БПП давно нельзя назвать цельной. И с дисциплиной проблемы каждый день отношения между коллегами по фракции порой сложнее, чем с бывшими коллегами по коалиции. Но в присутствии телекамер все это не обсуждают. Впрочем, не обсуждают и многое другое. Кабмин готовит несколько радикальных реформ. Об этом говорят везде, но только не в парламенте. Европейские послы делают заявления по Донбассу, об этом тоже говорят везде, но только не в парламенте. В истории Верховной Рады было уже, наверное, все. А вот нежелания депутатов хоть на что-то повлиять еще не было. Верховная Рада становится очень бездействием. Мы видим постоянные проблемы с форумом. Мне кажется, что все сложнее и сложнее стоит работать. Потому что это все кулуарщина. Это кулуарные договоренности, и поэтому вот такой порядок деньный, потому что легче тогда в ручном режиме засовывать туда, что нужно. Тогда депутаты не делегуются в комитете, тогда кнопка давства идет, тогда, ну, случайно. А что же мы тогда хотим от людей? Поваги? За что? За то, что так сами себя зневажаем? И еще один недельный перерыв. Последний раз продуктивно работали в бюджетную ночь. С тех пор каникулы. Сначала официальные, а теперь фактические. Возможно, для поиска смысла. Екатерина Лысенко, Максим Чеблин. Подробности недели. Телеканал Интер. И о качестве работы парламента, и о других насущных проблемах страны говорим с лидером оппозиционного блока. Юрий Бойко, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Вам не кажется, что многие депутаты уже просто смирились с тем, что они как бы самоустранились от принятия и обсуждения, самое главное, важных и насущных проблем для страны? Почему они обсуждаются где угодно, но только не в стенах парламента? Ну, на самом деле, действительно, неэффективность работы парламента видна всей стране. И причин здесь много. В первую очередь, это то, что парламент пытается жить отдельной жизнью от страны, от граждан Украины. И рассматривает законы, которые людям вообще непонятны и неинтересны. Второй момент, что нет, как такового, большинства в парламенте. И вот это вот остатки этого большинства, они пытаются провести какие-то, наверное, важные для них законы, как они считают. Но люди их не понимают. На прошлой неделе было принято 11 законов. За всю неделю приняли всего 11 законов. Из которых нет ни одного, который связан с экономикой. Нет ни одного, который связан с социальной защитой. Ну, например, наша фракция подала 44 законопроекта, которые имеют важное значение для людей, как мы считаем. И мы получили одобрение наших избирателей. Это и закон о граничных ценах на товары первой необходимости, мораторий на жилищные тарифы, что является сегодня наиболее болезненным. То есть, и такие же законы, которые действительно нужны людям, которые их ждут. Заблокировано полностью. Идеологические какие-то заявления, декларации. То есть, однозначно парламент живет отдельной жизнью от граждан страны и не отвечает на те вопросы, которые волнуют людей. Давайте поговорим о том, кто еще живет отдельной жизнью от страны. На этой неделе стали известны условия, на которых Киев готов сотрудничать с МВФ. Но стали они известны от МВФ. Почему нет украинского парламента? Как это можно объяснить? Правительство боится озвучить эти условия, поскольку если озвучить то, что предлагается МВФ в обмен на миллиард долларов, то это иначе как дикой глупостью и катастрофой нельзя назвать. Но на самом деле там такие чувствительные вещи, как отмена моратория на продажу земли, там увеличение пенсионного стажа, там все вопросы, которые социально чувствительны и которые, если их вынести сегодня, они будут катализатором социального возмущения. Более того, это наша позиция. Мы считаем, что кредит МВФ, который берутся под такие драконовские условия, стране и людям не нужны. Если говорить о реформах все-таки, которые требует МВФ, где будут разрабатываться основные параметры вот этих реформ? Они будут спускаться нам сверху от западных партнеров, от того же МВФ или все-таки будут прорабатываться в нашем правительстве и обсуждаться с парламентом? Вы в это верите? Я не верю, что правительство наше способно на серьезные реформы, потому что практика реформирования, это уже стало ругательным таким термином, показала вообще всю неэффективность этого процесса. Ну давайте посмотрим реформу жилищно-коммунальных тарифов. Ну разве можно назвать реформу то, что повысили в 8 раз цену на газ собственной добычи и ободрали, грубо говоря, все население этими тарифами и назвали это реформой газового сектора? Или топливно-энергетического. У нас цены энергоносителей уже выше, чем в Европе, при том, что социальные стандарты гораздо ниже. И поэтому, конечно, такая реформа никому не нужна. Более того, мы же видим, что происходит. Идут спонтанно какие-то решения. Вот казалось бы, хорошее решение, давайте поднимем минимальную заработную плату, но оно работает только в комплексе с тем, что снижаются налоги на тех, кто эту плату будет выплачивать. То есть эти вопросы, которые социально чувствительные, которые затравят все общество, они должны очень тщательно отрабатываться. А как пример непродуманности можно привести прошлую неделю, когда спикер парламента решил, что теперь в парламенте надо выступать только на украинском языке. Отключил микрофоны депутатам, которые выступали на русском языке, что противоречит закону и противоречит регламенту парламента. И вот такие спонтанные решения, которые разделяют страну, они, на мой взгляд, являются визитной карточкой и правительства, и руководства парламента сегодня. Поэтому мы не ожидаем, что будет какая-то осмысленная, вдумчивая обсуждение реформ, которые нужны для страны. Понятно. Спасибо за ответы. Спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. А я вспомню еще одну скандальную проблему, решение которой Верховной Раде найти не смогли. Будущее украинских лесов и моратория на экспорт леса Кругляка. Премьер-министр Владимир Гройсман привез из Брюсселя готовность Евросоюза дать Украине 600 миллионов евро. Деньги должны поступить уже в ближайшие недели. И, как утверждают в правительстве, депутатам не придется для этого голосовать за отмену моратория, о чем спорили в украинской политике последние полгода. А вот о чем все-таки будут спорить и дальше, так это о янтаре. На этой неделе в Раде опять провалили легализацию его добычи. Смешно, но даже изъятый в пользу государства янтарь не наполняет бюджет. И хотя сейчас новостей о работе незаконных клондайков стало заметно меньше, но причина этого вовсе не в успехах правоохранителей, а просто в морозной погоде. И на Белецкое о том, как в Раде пытаются спасти еще и янтарную мафию. Зима, морозы, полиция засыпала снегом. Моторы не гудят. Зимой период часу у нас набагато меньше поведомлено про то, что кто-то здействует бурштину. На сегодняшний день есть такие, скажем, дни, что поведомлено взагалі немало. Но еще в декабре на приисках работали тысячи старателей, не прячась. Полиция на вызовы не приезжала. Новое областное начальство наказывало строго, замечаниями. А прекратилась работа только после волны вооруженных противостояний. Олевск, Житомирская область. Перестрелка. Двое погибших. Организаторами разборок считают львовских бандитов из группировки Кепки. Старое село. Три человека в больнице. Дубровица. Стрельба на дискотеке. Ранен один. Люкча. Убит отец скупщика янтаря. Много крови и оружия. Много денег. И все мимо государственной кассы. Неофициально и правоохранители, и старатели говорят об огромных прибылях тех, кто контролирует нелегальный бизнес. До тысячи долларов только с одной мотопомпы в сутки. От 500 до нескольких тысяч зеленых за килограмм камня. Полесье. Земля янтарных новорышей. с дорогими домами и машинами. Простые старатели требовали легализации, перекрывая трассы. В раду несли законопроекты. И вот, наконец, один из них о добыче и реализации камня выносят на рассмотрение. Во втором чтении. Что в основе своей ма вырежьте цей законопроект? Это рекультивация земель, которые страждают и порушивают баланс. Так бы, может быть, и другий момент. Это унормование такого вида, как старательская деятельность, або старательская артель. Итак, законопроект предусматривал создание легального рынка янтаря в Украине. Старатели могли бы работать как физлица или создавать артели. Они же бы и платили государству на рекультивацию. Добытый янтарь могли бы продавать на бирже после проверки уполномоченных органов. Но пока о янтарных доходах государства можно говорить лишь в сослагательном наклонении. Депутаты законопроект провалили. Противники говорят уж слишком большие коррупционные риски. Например, возможность получать землю вне аукциона. Непрозрачно прописан и механизм выдачи разрешений. А малейшие дырки в законе – это бескрайнее поле для манипуляций. Створение соответствующих предприятий, которые бы занимались выработкой и реализацией, так же неизначена процедура. И она предназначалась, что потом разработали. А потом разработали, кто это будет разработать. И не было четко регламировано права и обязательства тех, кто добывает. Хоррупция – это сегодня, когда нет никакого законодательного поля, когда люди выходят, уничтожают леса, копают, добывают от бурштейн, платят правоохранителям каждый день за использование помп. Ну и в принципе вот это и наносит в жилет экологии страны. Ну а ставим политику политикам. Что же не так с легализационной законотворческой инициативой? Мы просим проанализировать проект юристов. Не могло бы быть решено за допомогою этого закона ни наповнение бюджета, которое планировалось, ни створение дополнительных рабочих мест, ни покращение криминогенной обстановки, ни упорядкувание предприятийской деятельности в этой сфере через отсутствие одного единого механизма его выполнения. Нет в проекте ни слова и о том, как могут работать старатели. Судя по всему, орудия труда те же мотопомпы, которые превращают поляские леса в лунные пейзажи. Еще один момент наказания за незаконную добычу и продажу янтаря. За прошлый год никого из янтарщиков не посадили. Максимум условный срок или штраф. Тоже и со скупщиками. В новом законопроекте усиление ответственности предусмотрено, но несущественно. А значит, все равно наказывали бы лишь гривней. На мое переконание, может довольно субъективное, нужно вводить новую статью Криминального кодекса Украины, которая четко регулировала выдобывание, перемещение, транспортывание, сбуд и так далее, буштину сердца. И в этой статье Криминального кодекса необходимо увеличить санкцию на меру покарания. О необходимости контролировать не так добычу, как оборот, говорят и юристы. Сейчас украинский янтарь продают за границу, в основном в Китай. Только заборона обезда, возможно, на какой-то период этих вещей сможет остановить эту ситуацию. Если не можно будет держать в обездах эту речевину, аж тогда можно планировать какие-то способы борьбы с этим явлением. А пока янтарь, который не успел попасть на заграничные рынки, изымают сотнями килограммов в доход государства. Вот только государство ничего не получает. Оно не торгует изъятым янтарем. И солнечный камень пылится в хранилище Минфина или в банковских ячейках. А жизнь янтарного полесья регулирует незакон. Мороз сковал льдом воду в каналах. Мыть камень помпой невозможно. Не берут мерзлую землю и лопаты. Весна и оттепель вернут старателей на клондайки. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Дать бой мафии на янтарных клондайках Полесье пытался и новый глава нацполиции Сергей Князев. Правда, боролся с нелегальным бизнесом в Ривненской области. Он совсем недолго, около полугода и без особых побед. Потом его перевели в Киев. А вот на этой неделе Князев возглавил национальную полицию. Конкурс, в результате которого Князев стал начальником полиции, критиковать начали почти сразу после того, как Аваков объявил о его проведении. Да и после завершения конкурса негативных оценок тоже хватает. Одним из первых и самых заметных критиков стал Игорь Луценко. В прошлом активист, не раз имевший дело с правоохранителями, а теперь народный депутат, член комитета по предотвращению и противодействию коррупции. Он с нами на связи. Игорь, приветствую. Скажите, почему вы негативно оценили то, как прошел конкурс по выбору нового главы национальной полиции? Вот какие у вас аргументы? Ну, прежде всего, мне хотелось бы видеть настоящий конкурс. Прежде всего, я считаю, что это должен быть такой же механизм, который мы используем или пытаемся использоваться до выборов главы Державного бюро расследований, до выборов главы специализованной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Принаймні, мы в такой процедуре можем понять, что из тех кандидатов, которые подаются, выбирают, принаймні, более-менее, но и на лучших. Тут конкурс, как я считаю, не произошел. Аваков просто призначил своих друзей в комиссию. То есть, это была комиссия друзей Авака, которая выбирала, соответственно, того, кто Авакову любит. И, власне, пан Захаров это ответственно сказал в фейсбуке, что та кандидатура, которая пришла, она, конечно, близко к Аваку. Я считаю, что так не должно быть, потому что все-таки призначается кабинетом министров эта посада необходима, чтобы это был открытый заход, и чтобы действительно там все могли, а не только друзья Авакова, иметь возможность позмагаться. Игорь, но многие политики и эксперты говорят, что как раз вот такой человек нужен нацполиции, вот с опытом работы в системе, в уголовном розыске, мол, новые люди не могут справиться с задачами, которые стоят перед полицией. Вы согласны с такой оценкой? И еще почему, по вашему мнению, сделана ставка именно на Князева? Я думаю, что, что касается ставки, тут безумовно грала роль персональна відданность. Тобто, с тех, кто имел минимальный опыт работы в полиции, выбирали тех, кто является более лояльным. Ну, выбрали ту людину, которая действительно имеет тривалий опыт работы в полиции, это правда. Но я, например, сейчас вважаю, что у меня особо нет достаточно информации, чтобы оценить адекватность этой кандидатуры. По-перше, мне не знали, что проходила эта кандидатура атестацию. Мне не знали результаты его тестирования на полиографии, если таки были, а это необходимо, я вважаю. Мне не знали, что вообще есть у него соответствующая высота для того, чтобы занимать достаточно высокую посаду. То есть, даже за формальными знаками, в меня, как у народного депутата, нет возможности визначити, а кто же нынешний глава национальной полиции. У меня там 5 минут с ним знакомство, я вважаю, это недостаточно критерий для того, чтобы визначать. Поэтому я такую ситуацию расцениваю как непринятную. И, соответственно, сейчас буду сам выяснять, власне, эти детали биографии, профессиональной карьеры. И тогда уже делать какую-то интегрованную оценку той люди, которая опинилась таким достаточно быстрым чином на такой очень важной посаде. Ну, ваша точка зрения понятна. Спасибо, Игорь Луценко, народный депутат Украины, отвечал на мои вопросы. Тем временем, сам Сергей Князев уже обозначил свои приоритеты на новой должности. Он выступает против легализации оружия за продолжение начатых реформ. Кроме того, обещает побороть уличный бандитизм. Вот только с кем давать бой криминалу? Нацполиция сейчас это около 100 тысяч человек, но количество не означает качество. Профессиональный уровень правоохранителей крайне низкий. Раскрываемость преступлений падает, а вот скандалы с участием копов, наоборот, возникают с завидной регулярностью. О недореформированном полицейском княжестве Елена Митясова. Они вязались в авантюру. Будут сюрпризы и хорошие, и плохие. Два года назад украинскую милицию начали реформировать с грузинским темпераментом и украинскими реалиями. Сперва перестраивать правоохранительную систему взялась Экас Гуладзе. Потом эстафета перешла к хате Деканаидзе. У нас два основных врага. Это криминал и это коррупция внутри системы. Будем очень сильно и очень жестко с ними бороться. Сперва картинка этой борьбы получалась вполне киношной. Вместо хамовитых пузатых гаишников на улицы вышли новые патрульные. С модельной внешностью, голливудская улыбка и в форме, как у американских копов. Не полицмена, а картинка для фото. Страну захлестнула волна селфомании. Обертку поменяли, взяли из-за содержимое. Провели переаттестацию сотрудников, ликвидировали у БОП транспортную ветеринарную милицию. Казалось бы, от коррумпированных и неэффективных милиционеров не осталось больше и следа. Справедливости ради на дорогах поборов с водителей стали брать значительно меньше. Но вскоре вместо победных отчетов, как снег на голову, посыпались жалобы. Ставка реформаторов на внешность не сыграла. Бывшие парикмахеры, менеджеры и бухгалтеры, хоть и в красивой полицейской форме, попросту оказались не готовы к работе. Вы не нахуй кушаем. Машины быстро. Машины. Кого теперь больше боятся? Преступника или копа? Еще тот вопрос. Незнание правил дорожного движения, сбитые пешеходы и сотни в дребезги разбитых новых патрульных приусов. Мастерство задержаний новые полицейские оттачивают не на преступниках, а на тех, кто послабее. А вот настоящим беспредельщикам-мажорам дать отпор не могут аж пять патрулей. Скандал с робкими николаевскими копами стал еще одним пятном на мудире полиции. Я не вижу посвящения. Тупорили ты. Если полицейские не всегда могут дать отпор уличным хулиганам, что говорить о бандитах покрепче, разбои, нападения, стрельба, тысячи нерасследованных дел пылятся в кабинетах следователей, украли мобилку или обчистили квартиру, будьте уверены, за это возьмутся в самую последнюю очередь. Или посоветуют искать пропавшее имущество самим. Если с мелкими делами проблема, что говорить о резонансных? Больше полугода уже прошло со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Сведствия в тупике. Отчеты главных правоохранителей напоминают неудачный самопиар. Они говорили полтора часа и не сообщили ни одной новой детали. Мы даже не видим звужения версий по мотиву этого злочину. То есть, как вышелось раньше четыре версии, так они и остаются на сегодняшний день. Новая полиция не уставала поражать скандалами. Вот хронология только за 2016-й. Расстрел копами БМВ в Киеве, жестокое убийство мужчины в Кривом озере, расстрел патруля в Днепре и трагедия в Княжичах. Каждая история особенная, но знаменатель общий непрофессионализм. Амбициозные планы грузинских реформаторов разбились. То ли не выдержав критики общества, то ли сопротивления всей правоохранительной системы. Сбуладзе и Деканаидзе самоустранились. Грузинские реформаторы ставили перед собой мету создания надзвичайно радикальных реформ, до которых а не политическая элита, в частности, министр Аваков, а не, власне говоря, полиция, не были абсолютно готовы. И больше того, стали активно противодействовать этим радикальным реформам. Сможет ли новый глава полиции реформировать недореформированное и превратить 100 тысяч моделей для селфи в профессиональных стражей порядка? Елена Митясова, Иван Матриченко, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. Обсудим тему с Андреем Ильенко, народным депутатом, членом комитета по правовой политике и правосудию. Приветствую вас, Андрей. И Кириллом Куликовым, главой Украинского бюро Интерпола. Ну и одним из самых известных экспертов по украинской правоохранительной системе. Думаю, не ошибся. Здравствуйте, Кирилл. Андрей, начнем с вами. Вы, до того, как стали народным депутатом, были очень известным активистом. Не раз сталкивались сами с тем, что называется милицейской системой. Как вы сейчас можете прокомментировать назначение человека из этой милицейской системы на должность главы нацполиции? Я, в основном, хотел бы сказать, что в своих основных рисах эта система полностью сохранилась. То есть, при певных шумовых эффекте, возможно, певных начинок, но не завершенных реформах, в целом, в рамках этой системы все сохранилось и на уровне коррупционных схем, и на уровне, скажем, этих старых кадров, которые были там еще с очень давних времен. То есть, перератестация появилась в большинстве певной такой фейковой процедурой. Мы понимаем так, что раньше была потреба, скажем, годовать общество певной картинкой. Сейчас, в принципе, мы видим, что уже, напевно, кто-то решил, что уже и цели потреб нет. Поэтому, скажем так, человек из этой системы, человек, которая, скажем, весь час там была. Я не хочу сейчас давать каких-то персональных оценок, но, в целом, что произошло за эти годы? То есть, то, что обещалось, как глобальные реформы, они не завершены, они, в принципе, не произошли. Но, при этом, эффективность работы, она еще больше изменилась. То есть, если мы посмотрим на все показатели злочинности, просто на уровень безопасности в наших местах, в наших селах, то он катастрофически упал. Хорошо, я вас понял, но давайте немного позже об этом. Сейчас вот все-таки о назначении. Кирилл, теперь вопрос к вам. Вы неоднократно критиковали предшественницу Князева, Хатю Деканаидзе. Сейчас, по вашему мнению, ситуация может измениться или будет? Я думаю, сложно, потому что то, что натворила вот эта команда, Сгуладзе, Деканаидзе, включая министра, это полное уничтожение системы. И каким бы он золотым не был, новоназначенный начальник полиции, ему будет очень сложно справляться с теми вызовами, которые стоят перед современной Украиной. Ну, здесь нам, наверное, с вами нужно вспомнить, важно вспомнить, как он до этого справлялся с этими вызовами, что нам известно о самом Князеве. Все-таки больше 20 лет в системе МВД человек провел. Где успел поработать новый начальник нацполиции и чем прославился в нашей короткой справке? Посмотрите. Кадровый пассианс в нацполиции начали раскладывать еще в прошлом году. На должность главного копа страны претендовали 64 кандидатуры. Некоторые не выдержали конкурса, некоторые самоустранились, как Троян и Крищенко. В конце концов, после собеседований и текстовых перетасовываний из пухлой колоды претендентов осталось трое. И уже из них комиссия выбрала его, Сергея Князева. Так в лучших традициях рапортов Князев с трибуны в Кабмине рекламирует себя министром, а заодно объявляет войну преступности. Его кандидатуру поддерживают единогласно. После грузинских предшественниц контраст слишком очевиден. В этот раз власть решила сделать ставку на практика. И главным новым полицейским стал старый милиционер. Сергею Князеву 45, и он уже имеет звание генерала. А еще орден Даниила Галецкого замужества и 28 лет службы в органах. Почти все время работал в уголовном розыске. Сначала в Белой церкви. С 2008 по 2014 руководил управлением угрозыска в Киевской области. А утвердиться на этом посту ему помог маньяк. В 2009 при участии Князева поймали серийного убийцу Юрия Кузьменко. В кресле главного розыскника Киевской области Князев пересидел четырех министров Луценко, Клюева, Могилева и Захарченко. А вот продвигаться начал при Авакове. В 2014 Сергей Князев успел поруководить уголовной полицией в Донецкой области. В 2015 вместе с Геннадием Москалем его перевели в Мукачево. После вооруженных столкновений между правоохранителями и правым сектором. А в 2016 перебросили в Ривненскую область. Усмирять янтарную мафию. Правда, умерял ее он недолго. Но не успел Князев сесть в кресло главы нацполиции, уже попал в скандал с электронной декларацией. Если его отчет выглядит вполне скромно, две квартиры под Киевом и немного сбережений за душой, то у бывшей супруги Виктории Князевой целое недвижимое и движимое состояние. Как выяснили журналисты, у нее семь квартир, дом, земля и три автомобиля. Сам Князев утверждает отношение к этому добру не имеет с женой давно в разводе. Сергея Князева называют хорошим кризисменеджером и оперативником с солидным стажем. Вот только хватит ли ему опыта не запутаться в многочисленных политических ловушках. Андрей, как вы считаете, Князев сможет управлять нацполицией, независимо от руководства МВД, да и вообще, независимо от политического влияния? Ну, я считаю, что в принципе в Украине это сегодня неможливо, и нужно прямо про это говорить. Мне кажется, что вся идея конкурсов, она, конечно, правильная и благородная. Но когда мы проводим конкурс на посаду главы нацполиции, это выглядит как фарс. Потому что, на самом деле, мы все прекрасно понимаем, что все эти конкурсы контролированы. Мы все прекрасно понимаем, что там есть очевидный политический вплив. Но, с другой стороны, это потом даёт возможность уникнуть ответственности тем людям, которые могли бы эту ответственность нести, политическую ответственность. Мне кажется, так это же на конкурсе. Это же у нас все открыто, прозоро. У нас главы областей на конкурсах сейчас обираются. То есть, это очень легко потом, знаете, как говорят, съезжать и сказать, так это же не я призначил, это конкурс выяснив. То есть, нет персональной ответственности. Мне кажется, нам нужно, наоборот, приходить к персональной ответственности. Есть министр, есть руководство уряда, есть президент. Они несутся ответственность за ситуацию в стране. А конкурс – это очень хорошо. Но эти конкурсы действительно могут быть на типе посадей, которые не имеют политической ответственности. То есть, я понимаю, когда говорить о посаде головы НАБУ. Это действительно человек, который должен быть стороной, от влады, от опозиции. Когда говорить о нацполиции, это конкретная выполненная влада, и это конкретная политическая вертикаль. А это просто клоунада с этими конкурсами. И важно, что не только конкурсы, а может быть возможность откликать людей. Вот сейчас, например, особенно это относится на низовом уровне. Если говорить о дельничных, говорить о уровне райвиделки, вот там у громады должна быть возможность откликать, в том числе кирилл местополиции, вплываться на самим безумом. Кирилл, одно из первых заявлений князев, он сказал, что он хочет довести начатую реформу до конца. Как вы считаете, у него это получится, или наоборот развернет систему обратно? Это можно сделать, в принципе, одним распоряжением, то есть закончить эту реформу. Потому что то, что происходит, это фарс, буфонада, это все, что нам показывали, рассказывали о высоких рейтингах полиции и всем остальном. На самом деле я не перестану повторять. И, в принципе, это делает каждый человек, который имел опыт работы в этой системе. Это не реформа, это уничтожение милиции. Это были люди без опыта. Князев как раз человек с опытом. Некоторые эксперты уже говорят, что хотя бы раскрываемость преступлений вырастет. Так ли это? И что еще может измениться? Ну, раскрываемость от одного начальника полиции не вырастает. А вырастает от команды, которая работает, от уголовного розыска, от главного следственного управления, от всех остальных. Это первое. А второе, от качества людей, которые находятся в современной полиции. То, что мы говорили, вот сначала набрали этих юношей и девушек для селфи и сделали им заработную плату в несколько раз выше, чем у оперов, следователей и всех остальных. А пера, следователи, которые работали в милиции, они же люди опытные, грамотные. Они просто... Помните, какой был разрыв между вот этой патрульной полицией и теми, кто работал в РОВТ и так далее? Вопрос о том, как изменится качество, тут вопрос, не станет ли полиция жестче, Андрей, вы как считаете? Есть такой риск? Так в нынешних условиях полиция не может быть не жестче. Посмотрите, сколько оружия. Посмотрите, сколько людей вернулось с фронта. Часть из них герои, я согласен. Но часть из них, извините меня, пожалуйста, сейчас занимается рэкетом и грабит дома. Чем слабее позиции полиции, тем действительно сильнее укрепляется криминал. Количество преступлений у нас в стране растет, и ждать спада криминальной волны в этом году точно не стоит. Такой прогноз сделал сам новоиспеченный главный полицейский. Насколько увереннее себя чувствуют бандиты, и почему в Украине сейчас плеск преступности, посмотрите в нашей справке. Информационные ленты, напоминающие криминальные сводки, грабежи, угоны, убийства, уровень преступности вырос в среднем на 30%. Это констатируют все в Генпрокуратуре, МВД и в самой нацполиции. Большинство преступлений – это кражи. От общего числа 60%. Так не воровали даже в 90-х. И показатели только растут. Кроме того, возникла уже отдельная преступная каста – автоворов. Машины угоняют повсеместно, дешевые и элитные. В среднем по 30 машин в день. Даже наши депутаты и чиновники остаются без своих ВИП-колес. Сбывают через зону АТО. Причин такого криминального всплеска несколько. Первая – социальная. Люди в Украине стремительно беднеют. Вторая – война на востоке страны. И бесконтрольный поток оружия оттуда. Количество преступлений с применением огнестрелов и взрывчатки выросло значительно. Третья – непрофессионализм правоохранителей. Преступность растет, а раскрываемость падает. Значительно портит статистику и скандальный закон Савченко, который открыл тюремные двери для тысяч убийц, насильников и воров. Кроме того, многие резонансные дела наши правоохранители расследовать не торопятся. К примеру, новогоднюю стрельбу народного депутата Сергея Пашинского. Он, напомню, вечером 31 декабря ранил из своего наградного глока безоружного Вячеслава Химикуса. Сразу после происшествия депутат заявил, противник ударил его бутылкой по голове и тот выстрелил в целях самозащиты. Потом Пашинский стал словесно запутывать следы. Сначала заявил, что стрелял лежа. Потом после веских улик признался, все-таки это было стоя. А в последнем интервью депутат Стрелок заявил, он сразу сказал, что стрелял лежа, чтобы не портить людям праздник. И вдобавок потребовал, чтобы все фигуранты дела прошли проверку на детекторе лжи. Прокомментировать эти заявления Сергея Пашинского мы попросили юриста Вячеслава Химикуса Марину Паринову. Ну, такие объяснения Пашинского я оцениваю как то, что просто человек говорит неправду, он пытается выкрутиться и придумать, как себя оправдать. Но даже без полиграфа те люди, которые, например, видели этот прямой эфир, где он это говорил на камеру, мне кажется, могут определить, кто тут врет. Если у человека бегают глаза, он нервничает, это без полиграфа заметно, что человек просто-напросто говорит неправду. А в отношении его заявления о том, что он предлагал там пройти полиграф, мы со своей стороны готовы пройти полиграф. Единственное, что хотела бы уточнить, Сергей Пашинский является, на мой взгляд, профессиональным популистом. Он забыл добавить, что в нашем уголовном процессе нет такого понятия, как полиграф. Он не имеет силу доказательства, он не предусмотрен действующим кодексом. Поэтому это больше как элемент шоу он использует, понимая, что такого доказательства нет, и в принципе в целях уголовного процесса полиграф не может быть использован. Хотя мы со своей стороны, если он на этом настаивает, будем готовы пройти, все участники с нашей стороны будут готовы пройти полиграф. Кирилл, а как вы оцениваете вот эти разброты шатания в показаниях Пашинского? Вы вообще верите, что он понесет ответственность за этот выстрел злополучный? То, что обязательно это произойдет, рано или поздно, я в этом уверен. Проблема состоит в том, что это, по сути дела, обычная бытовуха, такая, ординарная, которая возведена в ранг национального преступления. Потому что, извините меня, пожалуйста, то, что произошло там, взрыв в центре Киева Шеремета, то, что произошло в Княжечек и все остальное, в сто раз важнее, чем то, что произошло с Пашинским. И это та система, понимаете, когда у нас вот эта цепь событий, когда у нас более мелкими событиями заменяют более крупные события. А более крупные события, это основное, то, что у нас уничтожена профессиональная милиция. И второй вопрос, извините меня, пожалуйста, у нас все обсуждают тему о выдаче оружия. Господин министр эту тему легализовал. Через минуту ровно. Легализовал просто. Андрей, хочу у вас уточнить. Вы тоже считаете вот эту историю со злополучным выстрелом слишком мелкой, чтобы ее обсуждать? Я считаю, что это история, это Ellen manos, я отсылала объективно, но я считаю, что это очень хороший привид, хотя история, конечно, не хорошая, но эта история, это хороший привид поговорить в сусп olmade, чтобы у нас была ліквидирована кастовость. И если говорить о оружии, мы видим, что депутаты имеют оружии, чиновники имеют оружие, бандиты имеют оружие, силовики имеют оружие. А что до всех других людей, фактически, они очень часто считаются беззахисными. И нам нужно всерьез провести в сообществе дискуссию что до зброярского законодательства в Украине. Чтобы это не было вопрос, захотел выдав, захотел не выдав, там, министр. А чтобы это были четкие правила, и каждый человек могла себя захистить. Сейчас, пожалуйста, поставлю точку в историю с Пашинским. Понимаете, здесь еще интересно отношение депутатского корпуса к этой истории. Пашинский полтора месяца прошло после этого полученного выстрела. До сих пор руководит комитетом. Даже не сложил полномочия хотя бы временно. Все еще имеет доступ к государственной тайне. И все это с покровательства народных депутатов, которые его окружают. Но, согласитесь, это тоже история для украинского народа о какой-то кастовости. Теперь эта претензия не к вам, ни в коем случае. Теперь давайте по оружию. Князев уже, между прочим, в своем первом же заявлении сказал, что выступает против его легализации. Вы согласны? Полностью с ним согласен. Не время украинцам давать оружие в руки. То, что сегодня в обществе мы знаем ненависть. Я представляю, сколько людей вернулось из зоны АТО. И опять же мы говорим, ряд героев, ряд совершенно других людей. То есть посттравматическим синдромом и то, что он вымет ствол и разрядит его где-то в метро, может быть и без, так сказать, принятия закона. Но то, что делает Аваков, простите, у нас... Это снова-таки пример кастовости, по-моему, о которой говорил Андрей. У нас на учете никогда не стояло. Иерихонов, например, оружие. То есть это надо просто... Там есть какой-то НАБУ. Набрали каких-то людей. Пусть они разберутся, каким образом это оружие попало в страну. Есть таможня, которая должна... У нас этого оружия просто не было. Это простая легализация привезенного нелегального оружия. То, чем занимаются они. И рано или поздно это тоже на это будет данный момент. Это тоже мина замедленного действия. Андрей, а как вы считаете, не пора ли уже остановить вот эту раздачу пистолетов, пульмотов, гранатометов, Атавакова? Нет, вот, власне, раздачу пистолетов треба, коли кто-то захотел кому-то дать, вот это треба прекратить. Треба закон, который бы это регулировал. Не желание чиновника своим друзьям подарить автомат, а четкие правила. Вы понимаете, снова-таки, мы сейчас говорим очень абстрактно. Нелегальную оружие сегодня в Украине можно купить очень легко. И не треба никаких дозволов. Людина идей на черном рынке покупает все, что хочет. И может чинить все, что хочет. Вот это главная проблема. Нелегальная оружия. Легально можно купить трошечки переробленный автомат Калашникова. Будь ласка, там невелика проблема оформить. Ну, понятно, что оружие в том, что и так все, кто хочет, легально или нелегально, они могут это сделать. Но нужно сделать так, чтобы были четкие законы, чтобы нормировать эти все вещи. Смотрите, как получается. Все, кто хочет, могут это сделать. А все, кто могут, тем дарит министр. Спасибо. Андрей Ильенко, Кирилл Куликов были гостями подробностей недели. Мы вернемся в эфир ровно через 8 минут, обсудим, что же на самом деле требует МВФ, и чем на эти требования может ответить Кабмин, и как все это отразится на нашей с вами жизни. Жили скромно, живите еще скромнее. Кабмин урезает субсидии, на чем еще придется экономить украинцам. Пенсионная дань МВФ. О какой реформе заговорили в правительстве, кто от нее выиграет, а кто проиграет. Выжить в руинах. Кто помогает жителям востока страны восстанавливать разрушенное боевиками жилье? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Спасибо, что дождались. Чего не сделаешь ради денег? Украинский Кабмин усиленно торгуется с МВФ. Ведь цена договора – миллиард долларов транша. Переговоры на финише. Как я уже упоминал, в прессу попал рабочий вариант меморандума. А в нем Украина взяла немало обязательств. К примеру, сократить количество бюджетников и чиновников, открыть налоговой службе доступ к банковским счетам украинцев и ужесточить так называемую упрощенную систему налогообложения. Монетизировать субсидии, а вот количество получателей этих субсидий сократить. С мая в Украине урезают нормы потребления газа и электроэнергии. Это значит, что людям, даже тем, кто получает субсидии, придется экономить еще больше. А ведь сейчас в субсидиях нуждается почти половина населения. Суммы в платежках несопоставимы с зарплатами и пенсиями. О коммунальных перспективах. Павлина Василенко. В лютые морозы, чтобы обогреть дом, в день уходит пять мешков дров. А другого выхода у Марии Андреевны нет. Ведь топить только газом – непозволительная роскошь. Еще несколько лет назад жители этого села между Киевом и Житомиром радовались, что к ним пришел прогресс. Их бельков наконец-то газифицировали. Теперь получается. Радовались зря. А они и экономили бы, но не могут. Те, у кого централизованное отопление, за зимние месяцы получают тысячные счета. Чиновники объясняют – все из-за того, что зима холодная и энергозатраты выше. Вот обычный одесский дворик на Большой Арнаутской. Его жители не понимают, почему у них тепло за декабрь – самое дорогое в Одессе. Больше 47 гривен за метр квадратный. Татьяна Маслова – одна из счастливчиков. И рада бы оформить субсидию на отопление. Да ей отказывают. Говорят, ее квартира неприлично большая. Вот у меня квартира 83 квадратных метра. Получается 3 900. Только отопление. И в этой квартире прописано 1 пенсионер. Плюс газ-счетчик, свет-счетчик. Сумма за месяц – 8 600. Все в месяц. Вот одному пенсионеру. На 1300 гривен пенсии. А везде говорят, очень продавайте, берите, меньше, не жалуйте. Так открыто и говорят. Она тоже живет в большой квартире в одном из самых дорогих городов мира. Но на субсидию это не влияет. Помела Адис – лондонская пенсионерка. В год от государства получает 200 фунтов помощи. Это треть счетов за отопление. В Великобритании очень популярна поговорка – или грейся, или ешь. Помела включает отопление утром и вечером. Сейчас этот термостат для комнаты установлен на 10. Но если я его переключу в режим 22, мы все поджаримся как тосты. Но мы же этого не хотим. В Великобритании система субсидирования отличается от нашей. Право на помощь государства имеют люди старше 64 лет. И те, кто вышел на госпенсию. Нередкость, когда субсидию получает и очень обеспеченный человек. Каждый год размер помощи пересматривают, но незначительно. Эту субсидию пересматривают, но лично для меня она практически не менялась. Остается на уровне 200 фунтов. Но я не думаю, что эту помощь могут забрать у бедных людей. Но она не должна автоматически продлеваться богатым людям. Нужно, чтобы проверяли всех. И помощь получали только те люди, которые в ней нуждаются. Во всех странах государство помогает нуждающимся в оплате и аренды жилья и коммуналки. Но таких людей не более 10-15% от всего населения. В Украине же на субсидиях почти половина. По подсчетам правительства это 9 миллионов семей. Раздать субсидии 9 миллионам семей нужно 100 с лишним миллиардов. 130, по-моему. У них на это есть 50. Во всяком случае, они запланировали в бюджете. Ну а теперь пропорционально давайте уменьшим и получим, что если сегодня 7 миллионов зарегистрированы как субсидианты, то будут добиваться того, чтобы реально субсидии могли получать не больше 4-4,5 миллионов человек. Ради экономии на субсидиях уже в мае снова урежут соцнорму на отопление на 10-20% в зависимости от вида тепловой энергии. Мотивация – государство переплатило по субсидиям в прошлом году более 14 миллиардов гривен. Кроме того, снижать нормы требует МВФ. Субсидии на нынешний отопительный сезон пересчитывать не будут. Но в Совбезах ожидают лавины обращений в мае, когда начнется перерасчет. Социальные нормативы, они трошки уменьшились несколько раз уже. И их пытаются приревнять до норм фактического питания. Потому что, как показывает практика, люди вписываются в эти социальные нормативы. На размер субсидий повлияет и увеличение минимальной зарплаты. Простая арифметика. Год назад, если доход человека составлял 1600 гривен, согласно формуле, за коммуналку он платил около 140 гривен. А сейчас, получая 3200, по счетам должен платить более 500. Эксперты говорят, на украинцах экономят. Ведь и новой минималкой, и новые нормы помогут сократить и размер субсидий, и количество получателей. У нас не проведен энерго-аудит большинства зданий. То есть, как вы можете посчитать фактическое потребление, если у вас нет каких-то цифр, сколько это потребляет. Да, уменьшение количества или уменьшение квадратных метров, или уменьшение количества этого энергоносителя на квадратный метр, приводит к тому, что количество людей, которые могут претендовать на субсидию, исходя из социальных норм, которые были ранее, по площади помещения, оно сокращается. Но от миллиардных коммунальных долгов не уберегают и субсидии. А когда соцнормы понизят, цифры могут еще вырасти. В прошлом году задолженность за ЖКХ увеличилась вдвое. Сейчас это свыше 23 миллиардов гривен. А в парламенте тем временем ждет рассмотрение новой редакции закона ЖКХ, в которой предусмотрена пеня за несвоевременное погашение долга, чтобы мотивировать людей оплачивать космические счета из копеечных пенсий и зарплат. Что же на самом деле ждет тех украинцев, которые не смогут выжить без субсидии, узнаем у Андрея Ревы, министра социальной политики Украины. Андрей Алексеевич, приветствую. Скажите, что происходит с субсидиями? Почему Кабмин урезает нормы потребления? И могут ли в результате пересмотреть те субсидии, которые уже получают люди? Ну, по-перше, если мы говорим о решении Кабмета Министров Украины, то оно набывает чинности с 1 травня 2017 года. Отже, на тех субсидиях, которые людям сегодня призначено, оно никаким образом не отображается. Потому что перерахунку субсидий за новыми нормативами до закінчения опалювального сезона не будет. Что касается того, как оно начнет действовать, и почему так было сделано. Все прекрасно помним, как в прошлом году и засоби массовой информации обратили внимание на то, что люди, которые получают субсидии, открывали квартиры и объяснили свои действия в зиму. То, что, мовляв, если они не используют всю норму газу, на которую им призначена субсидия, то, соответственно, им субсидия может быть снижена или вообще отновлено. Это абсолютно неправда. Но то, что у нас были завищены нормативы по закінчению газа, показали результаты обстежения, которые были проведены в прошлом году по факту опалювального сезона. Так было заявлено, что по факту люди споживали 5,3 кубических метров газа на квадратный метр площадь в месяц, в то время как норматив складывал 7 кубических метров газа на квадратный метр площадь на один. Соответственно, вияв, утворилась переплата по субсидии, то есть, государство заплатила по субсидии больше, чем люди спожили, на загальную сумму, увага, 14,5 млрд грн. И поэтому, когда сегодня уряд изменил эти социальные нормативы, звертаю увагу еще раз, с 1 травня, он просто привел, приводит споживание энергоносеев до того уровня, который фактически люди споживали за подсумками предыдущего опалювального сезона. Господин министр, мы продолжим разговор буквально с вами через несколько минут, а сейчас еще одна тема. Если нормы потребления энергоресурсов отразятся собственно на потребителях ближе ко второй половине этого года, то вот еще одно требование МВФ может подействовать гораздо быстрее. Пенсионная реформа – системное изменение, которое затронет как минимум 12 млн человек. Столько у нас пенсионеров. Пожалуй, эти перемены могут стать такими же масштабными, как и изменения тарифов. И при этом вокруг пенсионной реформы наибольшее количество споров и манипуляций. Почему? Чего требуют кредиторы? И чем это может обернуться для миллионов украинских пенсионеров? Ее анонсируют, обещают и требуют. О реформе в мешке, пенсионной, снова активно заговорили на этой неделе. На заседании Кабмина премьер весьма туманно обрисовал светлое будущее украинского пенсионера. И будущее это должно наступить уже в этом году. Будет изменена пенсионная система. И она будет справедливой. И пенсионеры відчуют. Сбільшение пенсионных выплат. Но эту систему нужно докоренно изменять. И мы готовы будем запропонувати украинскому сообществу такие решения. Всему свитий час. Но какие именно решения должны осчастливить наших пенсионеров, а заодно и кредиторов из МВФ, непонятно. Немного конкретики добавили в самом фонде. Украина и Международный валютный фонд согласны, что необходимо провести пенсионную реформу. Это обеспечит устойчивость всей пенсионной системы и повышение пенсии. Нужно искать варианты для продвижения более современной и справедливой системы с четкими правилами, которые предусматривают увеличение трудового стажа и более поздний выход на пенсию. А вот тут и начинается главный спор. МВФ предлагает, чтобы украинцы независимо от пола трудились до 63 лет. Ведь самое главное это закрыть финансовую брешь в пенсионном фонде. А она сейчас ни много ни мало более 140 миллиардов бюджетных гривен. По данным Минсоцполитики, ныне 10 работающих украинцев содержат 12 пенсионеров. А с повышением пенсионного возраста уменьшается и количество пенсионеров. Арифметика заманчивая. Но вот только в украинских реалиях уравнение может не сложиться. Потому что не у всех будет шанс попросту дожить до пенсии. Ведь по показателям продолжительности жизни Украина на одном из последних мест в Европе. Да и увеличение пенсионного возраста слишком непопулярный политический шаг. Поэтому украинская сторона категорична. Пенсионный возраст поднимать не будут. А вот увеличить трудовой стаж могут до 35 лет. Договориться стороны должны до марта. Потом дело за депутатами. Парламентские слушания о пенсионной реформе запланированы аж на июнь. Но успеют ли нардепы все принять? Большой вопрос, учитывая их низкую работоспособность и высокую склонность к политическим играм. Итак, что ждет пенсионеров? И насколько масштабными могут быть политические последствия выполнения вот таких требований МВФ? Продолжаем разговор с Андреем Ревой, министром социальной политики Украины. Андрей Алексеевич, в МВФ заявляют, что Украина якобы согласилась на повышение пенсионного возраста. Действительно ли Кабмин готовится к такому шагу? Позиция Уряду відома. Вона озвучена не раз. Позиция МВФ озвучена. Яким будет остаточный текст в меморандуме, я думаю, громадская очень быстро узнается. И чтобы не забегать вперед и не создать информационных приводов, я думаю, мы ждем подписанного меморандума и тогда его прокоментуем. А коментовать уже какие-то чутки или чьи-то заявки в эфире, я думаю, что это было бы сейчас не совсем правильно. Так вот, что касается пенсионной реформы, мы над ней работаем 10 месяцев. Мы создали математическую модель, проводим розрахунки, консультуем с фаховцами, работающие группы, они работают все пропозиции, которые и стали предметом наших дискуссий с МВФ. В чем проблема сегодня пенсионной системы, если мы говорим? В том, что в пенсионном фонде сегодня существует величезный дефицит денег. И этот дефицит, на жаль, за последние годы, он только возрастает. И если мы не понимаем причины этого возрастания и не вживемо захода, то никаких денег государственного бюджета для ликвидации этого дефицита через некоторый год просто не будет. Вот почему, когда уряд предлагает пенсионную реформу, то он имеет на увазе, первое, чтобы пенсионная система была сбалансована, чтобы она была справедливой, и третье, чтобы она обеспечила достойный уровень пенсий для наших пенсионеров. Ну и о пенсиях. Вот последний вопрос. Что ждет пенсионеров в этом году? На днях президент Порошенко заявил, что вслед за минимальной зарплатой должно быть и повышение минимальной пенсии. Это возможно уже в ближайшие месяцы? Минимальная зарплатная подвищена, и в законе про государственный бюджет закладено и подвищение минимальной пенсии на 10%. Протягом года люди получают, звичайно, подвищение пенсии. Это то, что уже сегодня есть. Если мы проведем пенсионную реформу, то, конечно, соответственно, до нового закона, который предлагают, будет еще один перегляд пенсионного забеспечения уже на тех засадах, которые будут предназначены этим законом. Это будет проведено так называемое осучаснение пенсии. Для того, чтобы его иметь ресурс для этого осучаснения, была проведена реформа зарплаты, которая была на муте отримать этот самый додатковый ресурс. Мы оцениваем его в размере не менее 40 миллиардов гривен. И первые результаты сечня месяца показывают, что, в принципе, мы оптимистично, так скажем так, обнадеялые оптимистичные результаты сечня месяца, показывают, что мы, уряд, парламент принимали, президент принимали правильные решения. Кошты надходят, их сумма сближается, и это дает нам надею, что наши планы можно будет реализовать. Ну, хотелось бы надеяться, что миллионы украинских пенсионеров все-таки не останутся с выплатами, которые даже с уровнем выживания несопоставимы. Андрей Рева, спасибо за ответы, министр социальной политики отвечал на мои вопросы. Меняем тему. Мюнхен. Именно в этот город перемещается центр глобальной политики на следующей неделе. Там пройдет ежегодная конференция по безопасности, на которую всегда приезжают мировые лидеры. Собирается туда и украинская делегация. Чего ждать от мюнхенской конференции, в этом году мы обсудим с нашим корреспондентом Берлине Татьяной Лагуновой, но сначала все-таки о выборах. Да, в Германии грядут перемены. Скоро состоятся парламентские выборы. Пока что партия Ангел и Меркель сохраняет лидерство, но смена лиц немецкой политики все-таки возможна. А значит, возможно и смена лиц нормандской четверки. Единственное в международном формате, в котором решается проблема Донбасса. На следующей встрече министров иностранных дел нормандской четверки уже не будет Франка Вальтера Штайнмайера. Сегодня он избран президентом Германии. Пока это формальные перемены, а вот не будет ли и фактических, узнаем после Мюнхена. Напоминаю, с вами на связи Татьяна Лагунова. Таня, приветствую. Давай с тобой начнем с выборов президента. Как прошло голосование сегодня? Алексей, ну можно сказать, что в Германии сегодня состоялись выборы Франка Вальтера Штайнмайера президентом страны. И хотя у бывшего министра иностранных дел были конкуренты даже целых четверо, в том, что главой государства станет именно он, никто не сомневался. Дело в том, что президента в Германии выбирает федеральное собрание. Этот орган собирают исключительно для проведения президентских выборов. Делегаты все, депутаты Бундестага и такое же количество представителей земель, среди которых звезды культуры, спорта, общественные деятели. Штайнмайера в президенты выдвинули правящие партии. У них в федеральном собрании абсолютное большинство, так что это легкая победа в первом туре. За Франка Вальтера Штайнмайера свои голоса отдал 931 делегат. Для Штайнмайера президентский пост это по сути вершина политической карьеры, при том, что глава государства в Германии особого влияния не имеет и исполняет скорее представительские функции. Но не исключено, что Штайнмайер, опытный дипломат и переговорщик немного поменяет традиции. И из дворца Бельвю официальные резиденции президента будут намного чаще звучать политические заявления. Алексей? Татьяна, а вот чего ждать от Мюнхенской конференции? Кто из мировых лидеров уже подтвердил свое участие? Алексей, действительно, на следующей неделе самые актуальные вопросы мировой политики будут обсуждать в Мюнхене на одном из важнейших международных саммитов Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Список участников говорит сам за себя в столице Баварии. Ждут вице-президента США Майкла Пенца, генсека НАТО Йенса Столтенберга, президента Европейского совета Дональда Туска, министра иностранных дел и обороны Германии, Франции, Британии, России и так далее. Естественно, на форуме будет и Ангела Меркель, Украину будет представлять президент Петр Порошенко. Главная тема и публичных дискуссий, и кулуарных встреч уже известна. Это ситуация на востоке Украины, выполнение минских соглашений, санкции против России, Брекзит, отношения между Евросоюзом и США при президенте Дональде Трампе. Кстати, накануне открытия Мюнхенской конференции может состояться и встреча министров иностранных дел Нормандской четверки, тоже в Германии, в Боне. В рамках заседания министров иностранных дел Большой двадцатки эти переговоры сейчас готовят Берлин, Париж, Киев и Москва. Студия. Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова, наш специальный корреспондент Германии, была с нами на связи. Ну, а пока наши политики готовятся к очередным дипломатическим переговорам по войне на Донбассе, в самом Донбассе люди сами решают свои насущные проблемы. Одна из которых крыша над головой. Ведь за время боевых действий на востоке Украины разрушен или поврежден каждый третий дом. Это статистика ООН. И большинство людей живут фактически на руинах. Притом, до сих пор в Украине нет на законодательном уровне четко прописанных механизмов компенсации людям за разрушенное жилье. Дырявые дома латают преимущественно за счет денег международных благотворительных фондов и волонтерских пожертвований. Как восстанавливают прифронтовую зону видел наш военный корреспондент Ярослав Кречко. Авдеевка. Аж прыгает дом. Курдюмовка. Это просто напредать. Я вот сейчас думаю, Господи, это было или такое не было. И десятки других населенных пунктов. Ездят до х**а, помощь дают. Вот кто, к**? За годы войны на Донбассе боевики разрушили тысячи жилых домов. Старая часть Авдеевки. Недалеко промзона, где постоянно идут бои. МЧСники приехали. Видите? Отбили. 149 будинков, которые пострадали после последних обстрелев. Были забыты векна, были перекрыты дыхи. Сейчас в Авдеевке спасатели переквалифицировались в ремонтников. Всю неделю вместе с ветеранами отулатали дома мирных жителей. Дом потрескался, одно окно с всего дома осталось целое. Вот так вот, повырывал он, видите, двери, замки сорвало. Марии Ивановне еще повезло, а вот дом ее соседки пострадал больше. Вражеским снарядом снесло крышу. Меня до сих пор трясет. Не могу прийти в себе. А еще вчера бахнули с той стороны. Окно, форточку мне выбили. Ну, заскнула подружкой. Олечка, уля-лю-лю-лю. Леонид Михайлович и Надежда Владимировна живут по соседству. На линии огня у них целое хозяйство и два дома. В одном живут, второй полуразрушен. Это мы заделывали летом. В 15-м году была эта самая, вообще там дырка в стене и крыша и все на свете. Это опять сюда же прилетело. На этот дом, сказали, он не жилой, хоть он и не жилой, но он мой дом. Я его купила. Что, пусть провалится крыша и все упадет, да? Впрочем, даже дом, в котором живут пенсионеры, держится еле-еле. Мы писали заявление в исполкоме, какие разрушения перечисляли. Ну, не знаю, теперь, может, или комиссия, или они решают, я ничего не знаю. Ждем. Любая людина ходит сюда, вот, ну, до меня там на прием и говорит, допоможите, допоможите, допоможите. Ну, чем можем, мы допомогаем. Ну, за рахунок тех, скажем, материалов, яких надали ну, мультарный допомог. Вделение бюджетных средств на восстановление частных домов не предусмотрено законодательством. Но Авдеевка вторую неделю в центре внимания всей страны. Возможно, потому в городе получили серьезную помощь и от государства, и от волонтеров. Более показательны другие населенные пункты на линии огня, которые в объектив телекамер попадают значительно реже. В семи десятках километров от Авдеевки есть небольшое село Курдюмовка. Его жители не знали обстрелов как минимум год. И вот на этой неделе в понедельник снова прилетело. Проезжают, обещают, записывают, фотографируют и все. Пока. пленку отдали, вот там накачивали. Потом конец. У пенсионеров Анатолия и Ларисы разрушено полдома. Только на четвертый день после обстрела они смогли кое-как залатать крышу самостоятельно и временно. Пленку дали, а рабочих нанимал. За свои деньги? А за какие еще деньги? Поил, кормил. Нужны все стройматериалы. Теплые еще. От гвоздя до шифера то ли и кирпича и цемента и доски и штукатурка и все нужно. Таких историй на линии соприкосновения не сотни, тысячи. И пока боевые действия продолжаются, людей без крыши над головой становится все больше. Ярослав Кречко, Вадим Ревун, Ивина Дьяченко и Игорь Щепет. Подробности недели телеканал Интер. А стрелять на востоке не прекращают. За минувшие сутки боевики накрывали огнем Донецкое и Мариупольское направления. Среди украинских военных есть раненые. Сейчас в Мариуполе работает наш корреспондент Руслан Смещук. Он с нами на прямой связи. Руслан, приветствую тебя. Скажи, какая ситуация на фронте сейчас? Алексей, ну вот начать хочу с того, что ситуация на Мариупольском направлении достаточно далеко от спокойной. Боевые действия продолжаются, особенно горячо на Широкинском плацдарме. Там украинские позиции, украинские военные подвергаются достаточно плотным обстрелам, которые, в принципе, уже около суток не прекращаются. Вот из 25 зарегистрированных, задокументированных обстрелов в направлении 20 приходится именно на Широкинский плацдарм. Вчера там было ранено двое украинских военнослужащих, но, как говорят в штабе АТО, ранения не опасные, в принципе, их жизням ничего не угрожает. Хотя вот за пару дней до этого обострения, до этой эскалации, наоборот, фиксировалось уменьшение количества обстрелов, и, что самое главное, уменьшение количества случаев применения боевиками тяжелых, запрещенных калибров. Вот, то есть, была такая некая стабилизация. Хотя, опять же, уходящая неделя началась с обстрелов боевиками из градов. По большому счету, окрестностей Мариуполя, это поселки Талаковка и Сартана, вот, по счастью, ракеты взорвались, что называется, в полях, поэтому убитых, раненых не было, но при этом взрывами повредила линии электропередач, повредила газопровод, и энергетикам, и ремонтникам в очень сжатые сроки пришлось просто подключать обесточенные населенные пункты обратно к коммуникациям, чтобы не дать местным жителям замерзнуть в условиях заморозков. То есть, вот, ситуация такова, что эскалация может начаться в любой момент и в любой точке линии фронта. Алексей? Ну, тут действительно, главное, чтобы к Минфинской конференции боевики не подготовили для Украины очередной сюрприз в виде еще большего усиления обстрелов, как они это любят перед важными международными встречами делать. Спасибо, Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО. Спасибо, коллега, за работу. Ну, а вас, дорогие зрители, я хочу поблагодарить за внимание. Это были подробности недели. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»